Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 31 год, полгода и я живу в другом городе вдалеке от своих родственников. Приехала, чтобы быть ближе к любимому человеку. Но последние месяца 5 мы очень редко видимся. Друзей, здесь у меня нет, есть много знакомых, которых я ждала в гости прогуляться или в кино. Все вежливо отказывались. Мне очень одиноко, и я стал звонить своим старым друзьям, чтобы просто поговорить по телефону. Но поняла, что они не особо хотят со мной общаться, ведь у каждого своя личная жизнь. Некоторые из них работают в Москве, где я сейчас снимаю квартиру, но тоже отказались встретиться. В течении месяцев 4 я пыталась с кем-то подружиться, ничего не вышло. Работаю я из дома, онлайн, поэтому даже ни с кем не контактирую. Поговорить не с кем, финансы не позволяют заняться чем-нибудь вроде фитнес-клуба. Поэтому все дни, в основном я провожу дома, постоянно плачу от одиночества и чувствую себя ненужными. Даже не хочется просыпаться. Мой любимый человек этого не понимает, говорит, что ерунда. Мы видимся один-два раза в неделю по 30 минут, так как у него две работы, или может быть я просто надоело. Раньше мы виделись гораздо больше, мне не было одиноко. Я звала кошку, но это не сильно помогло, когда приходит молодой человек, начинает ее бить за то, что она не идет к нему на руке и боится его. Все стало еще хуже, хочется внимания и общения, с кем-нибудь покушать вместе, прогуляться, посмотреть фильм. Если я хожу куда-то, то ладно. Как побороть одиночество или что предпринять, чтобы каждый день не плакать. Смотрите, на мой взгляд ситуация несколько не до конца, как будто бы раскрыт. Я могу понять, что вы действительно чувствуете себя одиноком в ситуации, где, по большому счету, да, вы одна, в чужом городе, а вот, где, в общем-то, никого вы не знаете и так далее. Я могу это понять. Самой стороны, действительно, чувствуете себя одиноким и потерянным, в такой ситуации это нормально, а знакомые, они, на самом деле, живут своей жизнью и у них действительно могут быть свои дела. Это правда. Но в чем здесь момент? Момент здесь, как мне кажется, в том, что вы как будто бы не управляете тем, что происходит в вашей жизни, то есть, если вы, ну, пишете, вот, к примеру, что, допустим, переехали к молодому человеку, чтобы быть с ним поближе, к нему поближе. На каком основании, из какого чувства, вашего чувства, это было сделано? То есть, обговаривали ли вы с ним, ну, вот, встречи? Вот. То есть, обговаривали ли вы с ним то, как вы будете встречаться или нет? Возможно, потому что, видите, вы очень мало и совершенно точно не как любимые люди. с любимыми людьми, мне кажется, встречаются чаще или проводят время друг с другом больше. Вот. То есть, тут история как-то о том, что вам мало общения с ним получается, но вы как будто бы на что-то продолжаете надеяться. Вот. При этом, как мне кажется, ну, вы игнорируете вот реальное такое, знаете, ну, реальное положение вещей, то есть, что значит реальное положение вещей? Это реальное положение вещей, это то, какое место вы занимаетесь в жизни своего молодого человека. Вот. Понимаете, да, в чём штук? И вам это не нравится, своё отношение к этому вы как будто бы подавляетесь. Вот. И мне кажется, мне кажется, что то же самое касается и всего остального в вашей жизни. Вот. То есть, если вы, ну, можете подавлять свои чувства и реакции, которые у вас возникают на то или иное, то как бы отказываясь от них, отказываясь от того, что вы чувствуете, вы отказываетесь, в принципе, от себя. Отсюда, в общем-то, и проистекает вот это вот такое у вас ощущение, я бы сказал, одиночество. То есть, оно вот идёт у вас отсюда. Как мне кажется, повторюсь, да, как бы то есть, вот. Такой момент здесь, на мой взгляд, имеет место быть. Вот. То есть, вы, эм, в себе, получается, что-то отрицаете. Вот. И отрицаете вы в себе. Что-то, ну, довольно, вот, так скажем, сильно. Важно только понять, что именно вы себе отрицаете. Вот. То есть, что вы, вот, вам, вы, эээ, кстати, вот пишите, что, эээ, чувствуете себя не нужно. Вот пишите, что, эээ, что чувствуете себя не нужно. Вот. Это, вот, как раз, как раз, я думаю, что это ваше, вот, состояние, как раз, оно такое, достаточно, ээээ, часто возникающее состояние, когда вы, вот, чувствуете себя не нужно, вот. То есть обесценивать себя одиночество, это как раз столкновение человека с обесценивающей тенденцией внутри себя. И, собственно, необходимость для человека. А с этим что-то делать, и вы в этом смысле просто выбираете других людей. Хотя в целом, конечно, как мне кажется, вы не замечаете главного, что как-то вы боитесь быть не нужны, боитесь, что вас вероятно все бросат, боитесь, что вас вероятно все оставят. Вот. Ну, тяготеть к людям. А, молодой человек, он, видя и чувствуя, как вы к себе относитесь, к большому сожалению моему, отражает вам то, как вы себя видите. Вот. Ну, то есть иными словами, ну, не очень хорошо. Вот. Мягко говоря, по крайней мере, не очень хорошо. Вот, собственно, то, что я хотел бы, наверное, вам сказать сейчас. Ну, во-первых, на мой взгляд, не нужно бороться, да? С одиночеством. Слезы. Ваши слезы. Имеют под собой чувства. Вот. Нужно, ну, как бы. Слезы, ваши слезы, имеют под собой чувства. Посмотреть, что это за чувства, какие у вас, что стоит за слезами. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Игр who в﹧. Кто может дикт Czyli или ни-ла, пусть, ки-пwin, wijlli! Игр h,